Итак, девочки, у нас с вами сегодня новая тема, и она называется «Антисы». Кто-нибудь когда-нибудь слышал про антисы? Некоторые говорят «Антисы», «Антисы». В принципе, разницы абсолютно нету никакой «Антисы». Это фиктивная точка, такая же, как «Фортуна», «Лилит», «Селена». И с латинского она переводится «противотень». То есть, получается, «Антис» — это зеркальное отражение планеты или точки гороскопа относительно оси солнцестояния. Кто знает, какая у нас оси солнцестояния? Солнце когда стоит у нас? Равноденствие. Смотрите, именно там, где у нас равны день-ночь, это рак-козерог. Да, рак-козерог. То есть, мы можем мысленно представить себе зодиакальный круг, и мы как будто бы складываем его по оси от нулевого градуса рака до нулевого градуса козерога, складываем напополам, и получается, что знаки друг друга что делают? Отражают. Если там находятся какие-то точки, то они тоже отражают. Потому что в итоге у нас получится зодиакальный круг, да, где у нас имеется равная мера дня и ночи. Вот, видите? Тут 28, 31. То есть, и там день одинаковый, тут он короче, а здесь он длиннее. И получается, что в сумме два дня и две ночи, они равны. Понятно? Потому что солнышко поднимается у нас от рака к козерогу, да, вот увеличивает протяжённость дня. А потом от козерога падает, опять же, до рака уменьшается протяжённость дня. И получается, что они как бы отзеркаливают. Если тут короткий день, то напротив противотени день длинный, но в сумме он одинаковый. Понимаете? То есть как бы отражение... Сейчас. Подожди. Да. Вот. И вот эта вот точка, которая отражает ту точку, которая в противотени, вот, она и называется антисом. А есть ещё такое понятие, как контрантис. Конторантис – это точка, которая находится в оппозиции к антису. То есть эта точка, являющаяся симметричным отражением планеты относительно оси весеннего равноденствия. Ну, там уже весеннее равноденствие, там уже обеи весы, и эта точка получается соответствует той точке контрантис. Вот. То есть контрантис находится всегда в точной оппозиции к антису. То есть вы не заморачиваясь про весеннее равноденствие, что там ли не проводить. Это тупо просто оппозиция антису, и это есть точка контрантиса. Вот. Антис и контрантис – это по своему значению как аспект соединения нескольких точек. Допустим, если находится Марс в одной точке, и в этой же точке антиса находится ещё какая-то планета, да, они, получается, как бы в соединении, потому что Марс откидывает тень на ту планету, которая там находится, а та планета откидывает тень на Марс именно по вот этой оси. Это фиктивное, это фиктивное соединение, как будто мы смотрим в зеркале. Это знаешь, на что похоже? Вот, допустим, смотри. Нет, это не по технике диспозиторов. Это ты конкретно проводишь ось, вот она. Сейчас я тебе покажу. Вот ось она. Вот ось идёт рак к озероку. Да, и получается, планета Вовни, она отражает, ой, это самое Водолей, она отражает планету в Скорпионе. Поэтому тут не как диспозитор, и тут, получается, противоположный знак просто отражает. Как соединение. Да, но оно считается более слабым, оно, знаешь, оно имеет эффект скрытого тайного, скрытая тайная, явно невидимая. То есть явно ты его не увидишь, но оно есть. Понимаете, как оно работает? Вот, но в астрологии наибольшую популярность всё-таки имеют именно антисы, а не контр-антисы, поэтому давайте о них мы и поговорим. Вот, получается, мы с вами провели, допустим, линию. Эта линия является зеркалом, да, у нас это самое в карте. И одна точка отражает вторую. Допустим, у нас находится планета в пятом градусе Овна. Скажите мне, где её находится контр-антис? Овна. Нет. Дева. Дева. Потому что эта ось, она, видите, она же от нуля рака до нуля козерога. Она не вот так вот делит нашу ось, а она, получается, делит её. Вот так вот. Вот она. Видите, от нуля рака она делит до нуля козерога. Так. И получается, значит, у нас идёт... Так, сейчас подожди. У нас идёт Овне, Дева, Феде, Цвет, Рак, Близнецы. И поэтому, если у нас какая-то планета в Деве, то её антис будет в Деве. И наоборот. Если планета в Деве, то её антис будет в Овне. Потому что мы проводим именно жизненную жизнь между раком и козерогом. И чтобы правильно вычислить градус антиса, мы должны помнить одно простое правило. Сумма планеты и её антиса всегда равна 30 градусам. То есть, если наша планета находится в пятом градусе Овна, то её антис находится, значит, в двадцать пятом градусе Девы. Да, понятно? Вот, или если, допустим, антис находится в двадцать пятом градусе 40 минут, допустим, близнецов, то значит, в раке 4 с копейками. Да? Если мы говорили там это самое 40 минут, то значит, там будет 4,60. Вот. И получается, любая точка в зодиаке и её антис находятся на расстоянии одинаково, количества друг друга. То есть, они как будто бы в зеркале отражаются, да? То есть, так же, как и вот эти вот дни. Между ними есть прямая связь. Вот. И так как антис – это точка, которая отражает планету, то значит, и ведёт себя она точно так же, как эта планета. Понятно? Вот. То есть, как зеркало, но не меняет эссенцию. Если, допустим, Юпитер в раке у нас, отражаясь в близнецах, он же там в слабом положении, но он у нас не будет менять эссенцию, он всё равно будет сильным. Понимаете? То есть, мы тут знак не меняем, Юпитер остаётся в раке у нас. Вот. И, вы знаете, вот эти антисы, они могут даже перекрывать мажорные аспекты. Представляете? Аспекты, конечно же, не отменяются, они имеют значение, но они как бы начинают действовать в общих целях, скажем так. Антисы, они интерпретируются как что-то тайное, что-то скрытое. Допустим, вот смотрите, я вижу Алину, да, и это между нами мажорный аспект. Это тригон, допустим. Но если Алина сядет, допустим, в тот кабинет справа, я её не увижу. Но, допустим, вот здесь у нас висит зеркало. Да, и я её через это зеркало могу увидеть, понимаете? Напрямую я её не вижу, но тайно, скрыто я могу за ней в зеркало подглядывать. Да, и так же действуют антисы, то есть это не прямое, это отражение в зеркале. Поэтому это что-то тайное, это что-то скрытое, это неявное. Но значение как бы это вот примерно будет вот так вот. Также антисы прекрасно работают, девочки, в прогностике, в транзитах. Иногда идёт прогностика, мы ничего не видим, а события есть. Оказывается, какая-то планета встала на антис, либо сделала оппозицию к этой планете. Кстати говоря, есть только два аспекта, это соединение и оппозиция для антисов. Больше нет ни квадратов, ни тригонов, ничего. Соединение и оппозиция, точка. Орбис, кстати говоря, тоже небольшой, всего один градус. И вот, допустим, управитель 10-го дома встал, сделал, допустим, оппозицию к антису транзитного Сатурна. Понимаете? Это такое же влияние, как если бы Сатурн встал на куст 50-го дома. Он бы вставлял какие-то палки в колёса, какие-то бы задержки вносил, трудности, препятствия в карьере. И смысл примерно такой же, да, понятно? Управитель 10-го дома, он ведь у нас эту самую карьеру показывает. И, допустим, на управитель 10-го дома встал антис транзитного Сатурна. Транзитный Сатурн же где-то идёт в карте, и где-то же он отражается. Да, встала, допустим, на управителя 10-го дома. И пошли какие-то сложности в карьере. Человек думает, что такое. Они будут, да, они будут более скрыты, но они всё же будут, и человек их будет чувствовать. Кстати говоря, вчера я готовила обед, и эта тема, думаю, может быть, послушаю там для вас что-то более интересное. Мне понравилась одна женщина, а есть там какое-то общество астрологов в Москве, и у них как раз-таки семинар был по вот этим антисам между астрологами. Одна женщина, она провела исследование крушения самолёта, что, оказывается, не у всех это было в карте. Но именно как раз у этой авиакомпании, которая делала запуск, антисы были как раз-таки напряжённые и негативные. И вот именно в транзитах по антисам вот этого самолёта и произошла авария. Типа в точном. Она прям всё это рассказывает, всё это объясняет, и это прям вот объясняет очень многое. Я вам сделаю ссылку, да. Да, я вам скину, обязательно посмотрите. Вот, но вы должны запомнить два аспекта соединения и оппозиции. Нет, это же может быть и хорошее. Да, влюбилась, допустим, с кем-то познакомилась в карте, этого нет. Оказывается, там антис Венеры соединился с управителем первого дома или там седьмым, или ещё что-то такое. Это просто что-то скрытое, что-то тайное, что-то может быть неявное, но вот оно так работает. Кстати говоря, в девятой программе ЗЭТ эти антисы рисует программа. Показываю. Вот смотрите, девятка ЗЭТ, где-то я в пятёрке тоже видела, или не видела. Но я вчера просидела, девочки, целый час протыкала и не нашла. Потому что конкретно я настроила себе антисы в девятке, я их смотрю именно вот в этой программе. Выглядят они как такие вот дуги, вот видите, дуги. И вот здесь вот если навести пальчиком, то будет написано антис Херон Меркурий. Ноль градусов, ноль минут. Запишите как. Установки натальной карты. Заходим. Там есть вкладочка аспектация. Дальше заходим во вкладку антисы. Вот они. И здесь нам нужно проставить галочки. Если мы эти галочки убираем, антисы уходят. Мы их ставим, антисы появляются. Не у всех они есть в натальной карте рождения. У некоторых их нет, а у некоторых их куча. И это говорит о каких-то скрытых чертах характера человека. Можно пользоваться антисами и в разборе натальной карты, и в разборе прогностики. И даже в синастре это всё очень хорошо работает. Просто эта тема более глубокая. Потому что всё-таки те отражения, оно тоже есть. Всё зависит от астролога. Кто-то использует, кто-то нет. Если, допустим, я не вижу явного указания, то я тогда пытаюсь посмотреть по антисам. Всегда нахожу. Антисы вот работают как-то вот так вот очень долго скрыто. То есть, если одна планета находится в антисе второй планеты, то она влияет на неё. И они как будто бы в соединении, понимаете, находятся. Например, Юпитер находится в раке, да? Вот он там в экзальтации. А антис его находится, соответственно, где, девочки? В близнецах, да? То всё равно мы говорим, что антис Юпитера находится в экзальтации. То есть, мы не меняем его эссенцию. Вот эти, девочки, очень важны. Потому что я замечаю, что это самая распространённая ошибка. Потому что в основном говорят, ну, там же он такой-то сильный. Нет, он просто в зеркало отражается. Где бы Алина ни сидела, какая она была, такая она останется. В экзальтации, понимаете? Неважно, в зеркале она отражается, или я её напрямую вижу. Качество, характер человека не меняется. Допустим, у вполне мирного человека, мирная луна в раке, но она соединяется с антисом Плутона. И мы тогда вот удивляемся, откуда такой вроде бы человек с виду, да, мирно. У него такой гневливый характер, допустим. А потому что фактически соединение луна-плутона. Вот и всё. Давайте я вам покажу свой гороскоп. Я вам там прям нарисовала всё.